А температура 21 градус. То есть из-за этой воды там могут быть бактерии, вирусы. То есть это угроза жизни. Своим здоровьем, как уверяет Татьяна Фефилова, она рискует уже год. Из крана в ее квартире вместо горячей воды течет холодная. При этом счета выставляют, как за кипяток. Вот тут вот ГВС, ГКЛ, ГКЛ 670, вот 52. И плюс в кубометрах еще плюс почти 400 рублей. То есть в итоге тысяча. Да, платим, потому что они предоставляют услугу, но они предоставляют ее некачественно. То есть вода, она как бы есть по сути, на бумажках она есть, все есть. Но напора нет. Чтобы обратить внимание на проблему, жильцы дома на вторчермете уже идут на крайние меры. Вот мужчина ложится посреди проезжей части и просит лишь об одном. Нам ничего не надо. Просто горячую воду дайте. Из-за коммунальной беды уральцы постоянно ходят по инстанциям. Управляющая компания даже подала в суд на ресурсоснабжающую организацию. Коммунальщики выиграли дело, но, по словам местных, все старания так и не довели горячую воду до квартир. Нам все говорили, 19-й городок. Вот там у них развязка, там у них проблемы, там у них все идет, все от них. А у них горячая вода есть, они пользуются, а у нас вот нет этих отговорок. О том, что часть коммунальных сетей проложены через закрытый военный городок, подтверждают и в администрации Екатеринбурга. Следить за коммуникациями должны представители Министерства обороны. Правда, за год на контакт с мэрией они так и не вышли. Коммунальные сети расположены на территории закрытого военного городка номер 19 и находятся в неудовлетворительном ветхом состоянии. Кроме того, особенностью коммунальных сетей на этой территории является подача горячей воды в жилой дом по однотрубной схеме. В результате чего при отсутствии постоянного водоразбора происходит остывание теплоносителя. В ресурсоснабжающие организации нас заверили. Проблемы отсутствия горячей воды они уже решают. Построят новые теплосети в обход военного городка. Процесс идет, он достаточно сложный. Технические решения, вот уже два варианта найдены. Мы будем их реализовывать. Горячая вода появится у жителей с началом отопительного сезона. А в следующем году, летом, мы начнем работы по прокладке новой сети. А пока компания только готовит новый проект и ждет всех необходимых согласований.